1 2 3 большое спасибо здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас и солнечной падаю хочу сразу обратить внимание вот на этот образ я считаю что это образ сегодняшнего стрит стайла здесь мы имеем все очень очень характерное это брюки из кожи либо из кожзама не знаю это удлиненный пиджак который очень любят итальянки и это шейный платок в данном случае скорее всего это каре 120 на 120 шейный платок очень обращает на себя внимание ну и также пальто пальто с боковыми разрезами прекрасно смотрится в движении когда будете примерять если такое пальто вам нравится имейте в виду что в движении эта вещь смотрится гораздо лучше гораздо более выигрышно чем если мы примеряем ее и находимся в статичном положении хочу обратить ваше внимание также что пальто без подкладочная с боковыми разрезами смотрится лучше потому что подклад придает вес изделию и она не распахивается при ходьбе так как может распахиваться без подкладочное пальто а здесь я показываю вам юбку который я очень хотела купить и просто вставила кадры как эта вещь может смотреться как она представлена на сайте и как и какой я ее увидела когда взяла в руки примерочные ну что ж давайте посмотрим немного на итальянские витрины на новую коллекцию застежка вокруг щиколотки до встречаю очень очень часто и снова она нам предлагается то что касается обуви могу сказать что серебристый цвет и золотистый цвет к моей радости потому что это обувь при всей кажущейся вычурности очень хорошо легко со всем сочетается и вот такой скошенный каблук мы уже его видели на стритстайлерах я показывала стритстайлер из венеции и такой скошенный каблук на мой взгляд он был предложен на их сен-лораном сен-лораном он тоже очень очень популярен вот такая вариация на тему казаки казаки упрощенные тоже очень часто встречается здесь хочу обратить ваше внимание на брошь которую можно приколоть даже самое самое неожиданное казалось бы место для броши броши очень обращают внимание на себя а здесь мы видим опять розовый цвет и прям таки удивительно но розового цвета очень очень много на витринах и мы видим прямо таки внутри магазина тоже все все розовое все оттенки розового на мой взгляд в этом сезоне будут очень и очень популярны то что касается цвета популярного такого же как розовый который бы нам предлагали носить могу сказать что больше вот я прям таких тенденций какой-то не считала с витрин посмотрим посмотрим что будет дальше а здесь хочу вам показать что белый и красный это очень и очень красивое сочетание если у вас есть что-то белое и что-то красное сочетайте все это смотрится очень очень хорошо вот такие брюки здесь хотела обратить внимание снова на край край просто обрезан и как-будто бы как будто бы подвернут Субтитры сделал DimaTorzok Я уже обращала ваше внимание, дорогие зрители, зрительницы, что итальянки, по крайней мере итальянки, но итальянцы тоже, носят вот таким образом, интересно, когда уже очень тепло, ну 15 градусов на солнце совершенно точно, интересно носят верхнюю одежду. Это верхняя одежда, которая, на наш взгляд, могла бы показаться, но слишком теплой. Это, как правило, дубленка, посмотрите, с меховой оторочкой. Кстати, да, каблук, как я и говорила, обращала внимание, он становится популярным этой весной, по сравнению с прошлой весной его гораздо больше. Так вот, итальянки очень любят пуховик, который прямо-таки использовался зимой, то есть это очень объемный пуховик. Это какое-то очень плотное пальто, я думаю, что сейчас многие узнают мою героиню. Это, да, героиня из стрит-стайла, слегка за 50, только она в другой день снята и чуть-чуть по-другому одета. Так вот, верхняя одежда, которая больше предназначена для холодной зимы, она носится с легкими платьями. Скоро эта одежда будет, скорее всего, носиться даже с голыми коленками, с ногами, не покрытыми чулками. И это вот особенность, которую я заметила здесь в Италии, на мой взгляд, это все смотрится достаточно классно, стильно. Попробуйте, если вы достаточно фэшн-смелы, носить таким образом вашу одежду верхнюю, когда станет теплее. А здесь я хочу обратить ваше внимание, во-первых, на брошь, которая очень явная, я знаю такие броши, часто их предлагает Максмара, а они сделаны из шелка. И, кстати, очень-очень дорогие, хотя, что называется, по внешнему виду не скажешь. Но подобные броши, я думаю, можно найти в любом магазине, где есть подобные аксессуары. Это снова пример того, как одежда верхняя надевается на верхнюю одежду. Здесь мы видим пуховик и пальто, причем пуховик отличается по цвету от пальто. И здесь также мы имеем очень интересный трапециевидный силуэт верхней одежды, который вот прямо-таки в такой длине, очень-очень комплементарен для многих фигур. И подобный силуэт я специально обозревала, обращала внимание на осеннем стритстайле, на стритстайле слегка за 50. И посмотрите, как интересно. Сейчас на улице под солнцем, ну, плюс 15 совершенно точно, и многие итальянки надели шапки, потому что шапка в данном случае это, безусловно, аксессуар, который может являться цветовым акцентом, который, помимо всего прочего, добавляет нам несколько сантиметров к нашему росту совершенно точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так работают витринисты. И хочу обратить внимание на брюки этого парня. Не видно, они подвернуты. И это брюки, которые очень-очень похожи на классические. Они имеют стрелку, и они имеют также характерный принт. То есть это очень-очень тонкая полоска. Продолжение следует... Вот такое сочетание цветов, светло-светло-коричневый, не бежевая, именно все-таки тона, которые мы можем назвать светло-коричневыми, плюс светло-коричневая, плюс светло-коричневая обувь. Я заметила, что они смотрятся очень-очень хорошо на венецианском стритстале, в первый раз я это заметила и обратила внимание своих зрителей, и сейчас всегда обращаю внимание, что светло-коричневый, уходящий все-таки больше в карамель, смотрится очень-очень хорошо, когда мы получаем вот такой ансамбль, что называется, из цвета, перетекающего в цвет, то есть это один и тот же цвет, чуть-чуть, который отличается по интенсивности. Недавно я выпустила видео о коронавирусе, о том, как отреагировали официальные, прежде всего, официальные страницы тех или иных порталов, это прежде всего Министерство здравоохранения. Я могу сказать, что весь этот стритстайл был снят накануне, за три дня, наверное, и даже не знаю, как будут развиваться события, какими мы увидим людей на улицах города Падуй, и буду ли я выезжать, потому что, возможно, так случится, что завтра нам объявят тотальный карантин. Но на сегодня могу сказать, несмотря на то, что видео уже выложено, последние новости таковы, что в понедельник у нас официально выходной, во вторник также выходной, а в среду, в среду те дети, которые должны пойти в школу и в сады, пойдут в школу и в сады. Пока на данный момент нам не дали других разъяснений, поэтому мы пока не в карантине. И надеюсь, что я смогу заснять прежде всего здоровых людей, красивых, улыбающихся людей, в ближайшее время предложить вам новую порцию классного стритстайла и, как я надеюсь, вдохновения. На этом же с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, бодрости, духа, не поддаваться, конечно же, панике и ждать весны, потому что весна это прекрасное время, когда у нас настроение хорошее, просто потому что за окном мы видим солнце. И нам хочется наряжаться, просто потому что сегодня, наконец-то, тепло. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.